Уже через пару дней в областном центре пригласит своих гостей фестиваль Тамбовщина Многонациональная. Фестиваль проходит уже в пятый раз и собирает и народные и самодеятельные коллективы и представители различных национальностей которые показывают и свою культуру и свои обычаи все это на очень ярких площадках на сцене вот собравшись в один такой большой круг причем стать участником зрителя может практически любой Тамбовщин об этом будем говорить сегодня в программе качество жизни с Ольгой Митрофановой. Сегодня у нас в гостях человек который может многое рассказать об этом фестивале и о том как это было и о том чего нам ждать уже буквально через пару дней Надежда Комарова заведующая отделом культурно-досуговой работы областного центра народных культур Надежда здравствуйте здравствуйте я не знаю стоит ли уже сейчас поздравлять вас потому что я понимаю что это очень большая работа по подготовке и то что люди увидят на сцене это уже такой концерт да это такой финальный очень яркий штрих а работа по подготовке к фестивалю она проходит как правильно как правило сильно задолго вот и работа очень очень многих людей поэтому к тому что вы уже приближаетесь к этому главному событию мне очень хочется вас поздравить спасибо вот но в начале разговора мы хочется чтобы мы отправились еще на несколько лет назад потому что фестиваль этот 5 но получается проходит он прошлый год он был своеобразном формате это тоже отдельная интересная тема для разговора давайте сейчас к самым истокам фестиваля как появилась эта идея кому она принадлежит может быть это такая коллективная даже мысль когда-то возникла с чего все начиналось дело в том что где-то в конце 70-х 80-х и начало 90-х кануло в лето атеистическое воспитание и в работе клубных учреждений появилось направление работы возрождение сохранения традиционной народной культуры то есть появилась возможность проведения христианских праздников традиционных народных праздников и в общем-то будем говорить открылась сокровищница традиционной народной культуры это фольклор песен и музыкальные танцевальные это праздники обряды ритуалы народные и все это так разнообразила работу клубных учреждений и вот эти праздники обряды фольклор он настолько был для нашего публики несколько незнаком интересен и активно эти мероприятия фольклорные мероприятия стали проводить в клубных учреждениях если секундочку если перебью получается для того чтобы все это ну что называется вынести на поверхность да вот в виде каких-то как раз уже концертных программ до каких-то конкурсных мероприятий нужна же была еще и такая поисковая культурологическая работа потому что одной стороны были еще живы наверняка свидетели того как это все выглядело вот когда-то да когда еще не было вот так закрытой идеологии соответственно нужно было все это найти сохранить и вытащить такая работа многоплановая велась до работа велась многоплановая она велась и в районах в районах нашей области научно-методическим центром разнообразные были экспедиции по поиску фольклорного материала в селах собирался материал не только вот допустим песен и танцевальные народные игры какие-то там допустим записывали у бабушек в селах но и собирали предметы крестьянского быта сохранившиеся в результате которых в клубных учреждениях появились комнаты уголки традиционной народной культуры то есть появились следом и всевозможные кружки фольклорные фольклорные коллективы появились объединения любительские объединения по во всем но во многих во всяком случае клубных учреждениях области появились и вот в начале это были областные конкурсы народных праздников и обрядов русских традиционных русских народных праздников и обрядов который конкурс этот назывался россия рось храни себя храни в начале нас поддержала областное управление культуры архивного дела профинансировал неоднократно наши областные конкурсы в последующем проекты этого конкурса мы направили министерство культуры и по программе культуры россии четырежды министерство культуры профинансировал вот наши проекты и были очень удачно проведены межрегиональные конкурсы участвовали культурно-досуговые учреждения центрального федерального округа а затем вот этот будем говорить конкурс он как бы невольно заставил нас задуматься что в области не только русские живут а очень много более ста народностей живут в тамбовской области и их культура их традиции обычаи это тоже очень-очень интересные фольклорные материалы можно собрать можно такой же праздник фестиваль сделать и мы решили попробовать и впервые вот этот фестиваль и точнее сказать праздник областной он у нас стартовал 2012 году в начале он прошел у нас на районных уровнях на муниципальные учреждения культуры проводили праздники национальные показывали обряды ритуалы а затем уже отбирали и проводили на областном уровне здесь вот областной праздник национальных культур которые назвали там очень многонациональное управление культуры опять-таки архивное дело управление культуры и архивного дела тамбовской области поддержала нашу будем говорить затею наш проект и профинансировав мы вот проводили дважды под руководством нашего управления вот эти областные праздники эти фестивали в последующем в последующем нас поддержала управление общественных связей департамента общественных связей информационной политики аппарата главы администрации тамбовской области и начиная с девятнадцатого года с их помощью при финансировании по государственной программе тамбовской области развитие институтов гражданского общества мы проводим вот свой фестиваль в нем принимают участие национальности самые разные национальности тамбовской области вот первые из них это приняли участие здесь представители цыганской культуры ну конечно же русской армянской азербайджанской украинской культуры казачья культуры была представлена на нашем фестивале многократно затем приняли участие в принципе они самые первые тоже среди участников это езиды казахи кирсановский район вот такое практически разнообразие национальности это среди первых надежды если позволите основе вот я вы сейчас просто перечислили даже какие народы какие ну скажем тогда они скорее всего представлены некими организациями вот если бы вас как раз попросили описать как проходит этот фестиваль людей которые никогда там не видели но естественно первое что приходит в голову это как раз танцевальные коллективы вокальные коллективы но люди которые занимаются творчеством профессионально либо на любительском уровне но то что можно посмотреть что еще можно увидеть как это все выглядит но каждая народность они представляют представляет свою культуру своей традиции свое будем говорить аутентичное художественное творчество наш фестиваль и наш заключительный будем говорить вот фестиваль проходит начинает сначале на уровне муниципалитетов в районах проходят районных центров городах а затем уже отбираем лучшие коллективы лучшие исполнители и приглашаем на участие в нашем заключительном фестивальном празднике что представляется чаще всего каждая национальность представляет какой-то свой или обряд или какую-то сцену из своего народного праздника или делает ну как бы такую музыка литературной композицию с песнями национальными танцами они это очень интересно да 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 они естественно все говорят на своем языке на своем языке исполняет какие-то песни это очень интересно и любопытно они естественно все в со своих национальных костюмах обязательно выступают ну допустим представляя какую-то обрядовую сцену они здесь представляют и какие-то предметы быта национального какой-то реквизит на сцену выносится вот такой на чисто национальные ну вот допустим даже сейчас вот если привести пример конкретный будет у нас здесь праздник 22 мая в тамбов театре проходить и казахи будут представлять ну как бы свой праздник праздник казахского стола называется дастархан той так вот они свой представляют столик казахский столик он не такой как у нас традиционный у русских вот любопытно и естественно с полным реквизитом с угощением на этом столе угощение не бутафорская нет настоящий будет до угощение на столе они хотят и угостить немного зрителей своими будем говорить ну блюдами или там скорее всего выпечкой они будут угощать ну и каждый каждый вот выступающий коллектив он тоже старается вот как-то будем называть показать свой национальный колорит но вот не знаю как будут выступать у нас в этом году выступает дагестанцы народность табасаранцы лесгинку они будут танцевать всей семьей это жена муж и двое детей дочь и сын все в национальных костюмах что вот примечательно чаще всего представители национальности очень трепетно бережно сохраняют не только в целом свою культуру свои обычаи но и костюм обязательно у всех есть свой традиционный вот национальный костюм это порой не у всех у нас и русских найдется свой русский я хранится то что костюм какой-то или даже надежда смотрите прошлый год он был достаточно специфический и многие мероприятия которые мы привыкли посещать в стенах театров досуговых центров на каких-то открытых площадках они переместились формат онлайн в прошлом году фестиваль там больше на многонациональное проходил вот таким вот образом тоже мы уже достаточно много в нашей студии говорили на примере самых разных и театральных и музыкальных фестивалях о том как это все выглядит то есть у людей уже сегодня есть представление у меня вопрос сейчас другом вот тот опыт который появился у вас в прошлом году когда вы организовывали все это дело онлайн он как-то будет переноситься на дальнейшие фестивали потому что с одной стороны очень здорово что у нас снова есть возможность встречаться общаться или все это на сцене возможно даже задать какие-то вопросы людям которые все это будут представлять это здорово но ведь другой стороны современные технологии они позволяют и связаться с людьми которые находятся исторические географически вот как раз на родине тех людей которые выступают сейчас на сцене вот эти элементы они будут как-то использоваться да и они собственно сейчас уже используются то есть мы в любой момент можем посмотреть те праздники те праздники те обряды национальные которые допустим показывается вот на входе каких-то районных праздников городских праздников где использоваться в этих праздниках допустим блоки национальные еще одна такая деталь вот при научно-методическом центре нашим уже 27 лет работает областной клуб методистов и вот популяризирует традиционная народную культуру постоянно совершенствуя эту работу мы хотим теперь как бы запустить посредством вот этого клуба методистов которые будут занятия которые будут проходить вот параллельно с этим праздником проводимым 22 мая то есть это мероприятие будет как бы учебным мероприятием для членов клуба вот этого методистов а членами клуба методистов является заведующие филиалами сельскими филиалами клубными учреждения клубных учреждений области это худруки это методисты и для них будет вот запущен например онлайн проект онлайн проект по значит планированию подготовки и проведению различных традиционных народных праздников и в частности этнических праздников то есть будет постоянно вестись онлайн обучение каким образом проводить такие мероприятия как работать с представителями национальности какие формы использовать какие технологии какова режиссура и технологии режиссуры этих мероприятий должна быть вот мы планируем такую еще онлайн образовательная да да образовательную площадку такую сделать распространить на область и вот это будет сделано как раз параллельно с мероприятием 22 мая в тамбов театре привет наш специалист и я сейчас предлагаю порассуждать немножко шире нежели просто о самом фестивале его программе его традициях за такую богатую историю я думаю что они тоже появились а поговорить вот о чем ну не так давно по моему перед новым годом нашей студии точно также была как раз руководитель цыганского ансамбля чергонари софия валентинна халилова женщина которая сама по себе прекрасный артист очень харизматичная и вот кстати говоря о своих впечатлениях о таких фестивалях она поделилась вот чем то есть здесь мы же не только следим за внешней стороной жизни у народов которые вот живут рядом с нами но где-то проникаемся их культуры чуть больше и когда люди начинают общаться настолько тесно и узнают друг о друге на порядок больше развеиваются некие предубеждения да потому что когда ты видишь цыганский ансамбль с его огненными танцами песнями на сцене вот эти вот опасения которые там черпаются допустим из каких-то криминальных новостей они постепенно начинают рассеиваться да когда мы видим чем живут другие люди мы начинаем по-другому относиться и к ним и к своей культуре в то же самое вот вы как человек который наблюдает этот процесс постоянно у вас схожие мысли возникают до возникают эти мысли люди разных национальностей общается между собой они как бы для себя делают открытие что противоположных будем говорить но тот же собеседник другой национальности или выступающие или человек с которым ты общаешься он очень интересный он творческий он будем говорить доброжелательные и вот если к возникает какие-то впечатления что кто-то может быть излишне агрессивен там да или как-то не очень хорошо к тебе относится ли к твоей национальности относится то появляется уже другие мысли я вот это вижу и даже сама это чувствую что в начале может быть какая-то настороженность такая вот и в общении потому что ты другой культуры другой веры да а потом оказывается что мы такие же люди которые хотят мирно жить мирно существовать заниматься творчеством спокойно расти детей своих до трудиться добросовестно и появляется очень дружеские тесные какие-то отношения и в последующем я гляжу поддерживаются уже отношений там в гости приглашает там на какой-то допустим свою концертную программу или в какое-то свое мероприятие а вот приезжай а вот давай вот поучаствуем в этом мероприятии в этом нашем празднике я считаю что наш фестиваль и исключительно положительное влияние оказывает вот на взаимоотношение народов нашей области тогда давайте сейчас проанонсируем или еще проще говоря пригласим тех там бовчан которые хотят сами посмотреть как выглядит этот фестиваль где это будет когда это будет что нужно для того чтобы прийти в качестве зрителей посмотреть и увидеть со своими глазами я еще раз повторюсь это будет 22 мая начало в 12 часов в тамбов театре это интернациональные 15 улица интернациональный дом 15 это будет областной праздник уже будем говорить заключительное мероприятие областного фестиваля тамбовщина многонациональная на вот этом празднике будут представлены традиционные обряды ритуалы народов представляющих или проживающих на территории тамбовской области перед самим праздником у нас будет фойе представлена выставка традиционного народного костюма евтихиевой людмила юрина который является вот собирательницы вот этих костюмов и хранительницы этих традиционных костюмах она методиста отдела самодеятельного творчества методист по нематериального культурному наследию областного научно-методического центра здесь же фойе у нас будет выступать образцовый фольклорный коллектив пчелка рассказовского районного дома культуры почетными гостями нашего праздника будет государственный ансамбль песни и танца тамбовской области ивушка руководитель александр васильевич поповичев заслуженный деятель искусств здесь у нас будет ансамбль вака вокальный ансамбль семейный ансамбль и вишневый сад другие артисты будут здесь будет представлена культура армянская русская курдов представлена белорусов казахи казаки дагестан будут представлять такая народность как табасаранцы то есть ну просто разнообразие национальности вот проживающих на территории нашей области многие коллективы уже выступает не первый раз и вот в частности здесь коллектив цыганские черги нари под руководством софьи валентины халиловой будет здесь у нас будет выступать казачью культуру вишневый сад показывать и в частности вот семейный ансамбль вишневый сад это будем говорить все его участники реестровые казаки тамбовского казачьего общества а руководитель николай амосов он потомственный казак вот они выступают уже не первый год выступает казахи кирсановской район село инаковка который вот как я уже сказала показывают праздник праздник на стархан той да все в национальных костюмах будет ярко зрелищно это я обещаю это будет не просто концерт это будет ну театрализованный праздник на которой я приглашаю зрителей гордо тамбовые области я думаю что они не пожалеют если потратят свое время вот на просмотр этого мероприятия я тоже желаю чтобы в этот раз было не жарко но тепло от того что люди так рады встречи друг с другом и конечно нашим зрителям тоже советую не пропустить потому что такое разнообразие национальных традиций увидеть можно только один раз в году и только на сцене тамбовского драматического театра это была программа качество жизни с ольгой митрофановой до встречи